всем привет пару недель как мы выпустили новое видео про water start без петель на фойле получили много хороших отзывов некоторые написали что у них получилось сделать water start и контролируемо ездить благодаря этому видео получив все ваши отзывы мы решили добавить несколько дополнительных пунктов к нашему видео может кому-то они помогут процессе обучения пять вещей быстренько по ним пробежимся первое это настойчивость вполне возможно вы уже пришли из фойлинга и в каком-то смысле вы уже катаетесь уверенно прошли уже базу и сейчас когда вы потеряли ваши петли вам нужно вернуться к самому началу кое-кто этот момент проскакивает быстро что даже раздражает иногда некоторым нужно потратить чуть больше сил чтобы понять что нужно поменять в своем water start и чтобы поехать имеется настойчивость следующую сессию или несколько сессий поймите то что у вас будет чуть больше падений чем вы привыкли чуть больше времени в воде проведете пока привыкните и адаптируйтесь к water start без петель ну и небольшая подсказка для того кто хочет пробовать строп лес этим как начать если вы выбрали сессию сделайте небольшую разминку полчаса покатаетесь в петлях активируйте свою мышечную память заставьте все работать а потом уже откручиваете петли номер два избегайте light wind конечно фойлинг это круто в light wind это собственно и одна из причин почему мы этим занимаемся но если вышли в меньше чем 12 узлов чтобы изучать это вещи без петель это будет реально сложно слабый ветер нужно тратить много сил на то чтобы стабилизировать свой кайт и держать его в нужном положении и реально сложно это делать одной рукой чтобы второй рукой держать борт сильный же ветер кайт реально просто стоит где нужно и можно потратить больше сил на управление бордом таким образом сильный ветер чуть меньше проблем и сложностей в освоении процесса пункт номер три это двигайте кайт нежно и по немногу возможно вы уже привыкли что вы ставите ноги в петли сильно бросаете кайт вниз он вас выдергивает и вы уезжаете вот когда вы переходите на катание без петель вам нужно быть гораздо более осторожным двигая кайтом вам нужно получить от кайта ровно столько тяги чтобы подняться на борт и занять правильную позицию для фойлинга если вы просто будете жестко мотать кайтом вас просто будет сервать с доски пункт номер четыре используйте доски с минимальным объемом тут объяснение базируется на идее что проще что не проще по факту в моем опыте когда вы приходите к страпле с катанию или сразу с него начинаете реально проще использовать доски с меньшим объемом либо даже абс доски в которых объема почти нет как правило это намного проще в изучении страпле скатания по факту если просто взять борт за кромку он он тонет под водой половиной в объемных бордах он пытается всплыть таким образом получается что его сложнее удерживать на кромке он пытается все имя лечь плоско притапливая собой как бы фойл но если посмотреть на физику процесса то получается что когда у вас борт притоплен в воде вам гораздо проще закатиться на него при старте чем если борт плавает потому что вы как бы вращаетесь вокруг некой оси симметрии борда ну реально много людей находят это более простым начать с необъемного борда раз уж мы говорим здесь про то как сделать обучение наиболее простым если вы заклинились на этом процессе сделайте его максимально простым ну и пятый момент это держите борт на кромке это то что я говорю в этом видео много раз но по факту получается что когда вы удерживаете борт на кромке потом отвлекаетесь на то чтобы немного поправлять кайтом порт становится плоско также в идеале фойл должен тоже немного торчать из воды и мачта должна лежать параллельно воде это вот идеальное положение как все должно выглядеть ну и после предыдущего нашего видео некоторые ребята возвращались с комментарием что ты имеешь ввиду когда говоришь что борт должен быть перпендикулярный ветру ну тут как бы математический бэкграунд определенный перпендикулярно это значит что мы имеем прямой угол бор должен быть перпендикулярен направлению ветра то есть ветер должен быть в палубу борда ветер должен быть точного за спиной не позволяйте носу уплывать downwind если вы позволите носу уплывать то ничего не получится бор должен стоять таким образом чтобы после того как вы стартанете вам нужно было уехать курсом crosswind и вот пару пунктов которые возможно помогут вам немного прогрессировать если у вас были какие-то проблемы на этапе старта также мы будем сегодня стримить через прогрессион веб-сайт также вы можете качать наше видео через прогрессион апп для айфона также смотрите наш water start strapless видео но если вы совсем новичок в фойлинге посмотрите наше видео про water start в нем рассказывается про то как в целом water start работает на фойле ну и уже потом возвращаетесь к strapless видео который просто добавит определенных нюансов как двигаться в этом направлении и также у нас есть курс по фойлингу который может взять вас на этапе когда вы вообще ничего не понимаете фойлинге и провести вас через все этапы до вашего первого джайба мы сейчас работаем уже над нашими джайб видео и мы попробуем закрыть все вопросы про strapless катание и любые другие топики касаемые фойлинга пишите комменты увидимся спасибо что посмотрели подписывайтесь на канал также пишите вопросы для наших видео с дмитрием из эпик кайт скоро с ним выйдет наверное выпуск подкаста и пока